На самом престижном ралли-марафоне планеты, Дакаре, Казахстан добился высоких результатов. Наши гонщики после двухнедельного марафона по территории Аргентины, Чили и Боливы прибыли на родину. Три из четырех наших экипажа справились с задачей минимум, дошли до финиша гонки в столице Аргентины. Во время самой сложной гонки на свете казахстанцы преодолели 9 тысяч километров по бездорожью. Кроме того, Дакар-2015 стал самым высокогорным в истории маршрута спецучастков, пролегали на высоте до 5200 метров над уровнем моря. Наиболее успешным оказалось выступление пилота Айдена Рахимбаева, кстати, известного в стране бизнесмена, руководителя холдинга BI Group, и штурмана Антона Николаева. На автомобиле марки Мини они вошли в топ-10, заняв девятое место в общем зачете внедорожников. Другой наш пилот в аналогичной категории Бауржан Исабаев и штурман Владимир Демьяненко на Тойоте стали 17-ми. Капитан команды Астана Моторспортс Артур Ордавичус в категории грузовиков на Татаре занял 22-ю позицию. К сожалению, не сумел финишировать пилот Денис Березовский, который сошел с дистанции по техническим причинам. Отмечу, что по статистике до финиша дошли лишь 40% участников казахстанцы в числе самых выносливых. Многие спортсмены с мировым уровнем отмечают упорство и мастерство казахстанцев. Мы вернулись здоровые, живые, с большими амбициозными планами на будущее. Мы готовы продолжать ни в коем случае не останавливаться и по-прежнему нести флаг Казахстана на самой высокой ноте, насколько это только можно. Было тяжело, было сложно, но мы выложились на все стопы и конкуренция была очень высокая. То есть часть мировых топов, международных топов оказалась впереди нас, часть оказалась позади нас. То есть там на Татару, будем говорить, не коллистерные ребятные приезжают, все приезжают с амбициями. Субтитры создавал DimaTorzok